Насколько я понимаю, раз вы сюда пришли, у вас действительно есть идеи и мысли заняться тем самым технологическим предпринимательством, школа которому, собственно, и посвящена. И вы наверняка уже каким-то образом погружались в эту историю. Основы предпринимательства, может быть, в разной степени, но наверняка знаете. Почему, собственно, как я догадываюсь, руководители этой школы позвали меня? Наверное, потому что мы, Зеленоградский нанотехнологический центр, один из профилей нашей компании, нашей миссии, что ли, это, собственно, генерация стартапов, поддержка их на разном уровне и зарабатывание на этом денег, как компаний. Позже я расскажу про тот опыт, который есть на сегодня у нас и очень надеюсь, что он пригодится, собственно говоря, и для вас, и для ваших компаний будущих или вашей деятельности. Расскажу немножко, как в России, в принципе, устроена система поддержки технологического предпринимательства. Говорят об этом очень много из всех телевизоров, как говорится, и утюгов, но есть как бы теория, есть практика. Мне бы хотелось, чтобы вы уже на этой начальной стадии имели какое-то понимание о той самой практике, как это все происходит. Ну и об историческом опыте тоже хотелось бы несколько слов сказать, и я бы хотел, чтобы мы, ну, примерно 50 на 50 я что-то вам говорил, а остальную часть, может быть, вы зададите вопросы какие-то, на которые я постараюсь ответить или в таком диалоге понять, что вас больше интересует, и что в этой школе, может быть, нужно будет потом поправить, добавить разделы либо информацию. Ну, если заглянуть туда в историю вообще как такового предпринимательства, собственно, все человечество занимается исключительно предпринимательством. Просто некоторые страны делают это в рамках государства в целом, как Советский Союз в свое время, вы, наверное, слышали, была такая социалистическая, социалистический метод хозяйствования. По сути, предпринимательством было единственное государство, которое вело плановое хозяйство. Это тоже метод предпринимательства, но только со стороны государства. Есть другая сторона, которая на самом деле победила, которую еще закладывал в свое время тот самый Карл Маркс, про который вы тоже, наверное, слышали, о том, что предпринимателем должен быть частный бизнес, у которого больше мотивов, у которого больше заинтересован в результате. Ну, и исторически, вы об этом тоже знаете, этот второй метод предпринимательства, если можно так назвать, он, в общем-то, победил. И сейчас и социалистический как таковой метод хозяйствования остался только, ну, совсем в странах, которые считаются как бы такими совсем особенными, типа Корейской Народной Дипломатической Республики, либо там некоторых еще незначительных государств. Основной метод хозяйствования, он на сегодняшний день основывается, как правило, на частном предпринимательстве. И если еще раз этот короткий экскурс в историю сделать, то в начале 17 века, 1600, по-моему, втором году, была такая Ост-Индская компания, которая пряностями торговала, вот она первый раз, первая, как бы считается, в историческом масштабе, выпустила акционные сертификаты, ну, по нынешним временам это акции компании, это означает, что эта компания привлекла средства, это начался такой организованное развитие предпринимательства. За эти 300 лет, по сути, даже уже 400, ну, 300 лет, примерно так все и развивалось. Не было специалистов, например, которых готовили как предпринимателей, не было каких-то серьезных теоретических разработок, как стать предпринимателем, как вести бизнес. Сейчас экономическая наука была на уровне каких-то талантов конкретных отдельных предпринимателей, которые организовывали малые фирмы, большие масштабные мероприятия, кто-то там из них богател, кто-то банкротился. И где-то в начале 20-го уже века, в 1910-1911 годах появились первые, кстати, в Гарварде был первый курс того самого MBA, который сегодня во всем мире признается как эталон магистра делового администрирования. Это, по сути, подготовка таких вот конкретных серийных предпринимателей. Если человек хочет заняться бизнесом, серьезным бизнесом, он считает своим долгом такой курс получить. В разной степени масштабы его объема, он сейчас присутствует практически во всех университетах и в России, либо как отдельный курс. Я знаю, что в МИЭТе, сейчас совсем недавно, в этом году, открылся отдельный курс технологического предпринимательства, который, в общем-то, достаточно популярен. Когда мы говорим про предпринимательство технологическое, мы имеем в виду, что мы из всего объема предпринимательской активности человечества, мы выделяем сектор, который относится именно к технологиям. И если уж говорить еще более, фокусироваться на каких-то деталях, то вот то, чем мы занимаемся, на что и университет больше заточен, это технологии и, скорее, не связанные с IT, хотя в чистом виде IT тоже университеты развиваются, и многие из вас, надеюсь, будут этими проектами также заниматься. Но, учитывая то, что вокруг университета очень неплохая инфраструктура, созданная инженерная, технологическая, я имею в виду оборудование, технологическая линии специализированные, то это является определенным преимуществом относительно других точек развития, или точек кипения, как их сегодня называют. И, планируя там ваши какие-то активности, надо, на мой взгляд, учитывать эти возможности технологические, которые, повторюсь, есть далеко не у каждого университета технического. В МИЭТе они есть, вот на той площадке, где и наш наноцентр находится. Если будут вопросы, подетальнее я потом про это расскажу. Ну, поскольку мы сегодня говорим о начальной стадии этого самого технологического предпринимательства, мы будем говорить в большей степени о стартапах, об их понимании, кто под этим что, собственно, понимает, как их можно развивать, какие можно поддержать, получить поддержки в этой части, и организационные, и финансовые, всевозможные, ну и как это делается в мире. В принципе, наверняка вы знаете на сегодняшний день о том, что основные разработки, будь то IT-область, будь то технологические, какие-то прорывные вещи в мире, ну, в Америке, в первую очередь, происходят на базе технологических университетов, будь то технологический университет, либо ряд других. Мы в свое время, когда готовили свою стратегию развития наноцентра и поддержки стартапов, мы объездили многие такие центры, и в том числе в американские, европейские, и последнее, значит, последнее был, это тайваньский центр, центр технопарк тайваньский, просто чтобы вы понимали масштаб, как это происходит в мире, вот тайваньский технопарк, он тоже организован вокруг университета, рядом с промышленными предприятиями, основным промышленным предприятием, головным там является компания TSMC, компания TSMC, это мировой лидер в производстве чипов, самый большой объем, ну, я могу эту цифру тоже назвать, вы уже, как бы, к технологии близки, я надеюсь, в этом FAB производится в месяц запуск кремниевых пластин, их два стандартных масштаба, 200-миллиметровые и 300-миллиметровые пластины, в месяц запускается 350 тысяч пластин в сумме, я могу сказать, что у нас флагман наш российской микроэлектроники, завод Микрон, в месяц запускает полторы тысячи пластин, а там 350 тысяч пластин в месяц, вот масштаб, это примерно город, как город Зеленоград, это такой завод с такими же территориями, отдельными заводами, которые изготавливаются, и вот вокруг этого завода и на базе университета создан тот самый технопарк, задача которого выстраивание как раз стартапов, оборот вот этого технопарка в год составляет 40 миллиардов долларов, это технологии, которые выращены на этой базе стартапы и уже средние компании продают большим гигантам, либо производят какие-то там продукцию на этой основе, то есть масштаб этой деятельности очень велик, и университеты, если возвращаясь к американским университетам, там масштаб на самом деле поменьше, но там разрабатываются основные такие прорывные технологические идеи, будь то там, если микроэлектроники прикладывать, память, например, либо процессоры скоростные, сами первичное опробование этих идей, прототипирование делается как раз на базе университета, на технологических площадках университета, и более того, эти площадки по технологическому оснащению, они, как правило, на шаг впереди относительно промышленного производства, если в TCMC там минимальный размер сегодня производства, там, допустим, 16 нанометров, то на базе университетского центра, есть такой возле Нью-Йорка Олбани центр нанотехнологий, там технологии осваивают сегодня уже 10 нанометров, имеется в виду, что после освоения она передается в промышленное производство. Нечто подобное, собственно говоря, стоит задача сделать и здесь, в университете, в Зеленограде. Но мы немножко отвлеклись на такую масштабную, масштабные бизнесы, давайте вернемся все-таки к технологическому предпринимательству, малого масштаба, к стартапам, к тому самому, о котором говорят, что он там взращивается в гаражах. Есть даже такой термин, в свое время, кстати, его российские ввели коллеги, которые изучали этот опыт, InGarage, они его назвали, и он даже приживался некоторым, считалось, что все стартапы, вот они должны обязательно в гараже, как в свое время американские компании, и Apple, и прочие начинали, и только в этом случае он, значит, взлетит, превратится в того самого единорога, который от миллиарда долларов выручки считается. На самом деле, конечно, время очень быстро проходит, с момента организации вот таких первых гаражных стартапов, прошло много времени, и сегодня делается все совсем не так. Наверное, в гаражах тоже что-то там делается, ради прикола или ради того, чтобы вспомнить, как говорится, как это было. На самом деле, в университетах и в этих центрах развития создана очень хорошая инфраструктура поддержки этих стартапов. Она заключается не только в технологических каких-то возможностях, но и в организационных. Потому что, ну, допустим, даже если стартап нашел какие-то деньги или он имел свои деньги, компания энтузиастов, они должны понимать четкий такой вот план действий, и кто-то им должен помочь в начальных стадиях, как сориентироваться и в законодательстве, и в институтах поддержки этих самых стартапов. И на наш взгляд, и по нашей практике, это немаловажная задача. Могу сказать или разобрать какой-нибудь кейс из наших стартапов. Это, может быть, больше, и ближе будет и вам, и интереснее. Ну, к примеру, есть у нас такая компания, она работает под брендом Picasso 3D, NBP EIS называется. Эта компания разрабатывает и выпускает пластиковые принтеры. Может быть, кто-то из вас видел, они в центрах НТТИ стоят, в молодежных всяких центрах, в школьных. Тема этих пластиковых принтеров, она не нова. Где-то примерно, ну, лет, наверное, 10 назад стартовал такой бум. Считалось, что 3D-принтер пластиковый должен стоять, как обычный принтер, в каждом доме, офисе. И пока этого не случилось, но может быть, случится. Во всяком случае, сейчас по-прежнему рынок этот довольно активно развивается. Эти ребята, выпускники нашего университета, бакалавриата, даже не магистрата, два парня, они решили вот этой идеей заняться. Достаточно какое-то время они пытались это делать самостоятельно, затем пришли к нам и сделали с ними компанию, в которой в наноцентре неконтрольный даже пакет, 25%, остальные 75% были у разработчиков. Значит, ну и сегодня эта компания, в принципе, успешна на рынке, она заняла определенную долю рынка, сегодня они зарабатывают в год примерно 70-80 миллионов рублей. Для начинающего стартапа это вполне себе хороший, это не прибыль, это оборот, ну прибыль примерно там 20-30% можно считать, она существует. Как, почему и какие элементы, на мой взгляд, успеха могут быть вот в этом технологическом предпринимательстве? Ну, первое, команда. первое, и второе, и третье, и четвертое. Я считаю, что, ну это, не только я считаю, это общий мировой значит, принцип, если есть люди, есть команда, значит, все может состояться, во всех случаях, это необходимое условие, оно может быть недостаточным, но необходимым точно. И в этой команде, на наш взгляд, и по нашему, исходя из нашего опыта, это очень важно сочетание нескольких компетенций. Первое и главное из них, это все-таки предприниматель. И, несмотря на что, технологическое слово в это сочетании технологических предпринимателей стоит на первом месте, я бы его поменял наоборот. Сначала предприниматель, а потом технологии. Потому что, если предприниматель, прежде всего, предприниматель и рынок, это слова-синонимы. Нужно понимать то, что вы будете разрабатывать и потом продавать, кому он будет нужно. Это прописная истина, она даже не требует каких-то там написаний на словах или на буквах. Это, к сожалению, непонимание такой вещи в том самом социалистическом ведении хозяйства и плановом. Оно, в общем-то, привело во многом к проблемам в целом в развитии страны в том числе. Выпускать продукцию, которая никому не нужна или там нужна не в том объеме, в котором вы готовы ее производить и выпускать, это основная ошибка. И ошибка многих предпринимателей, начинающих, молодых и уже как бы авторитетных, которые разрабатывают свой продукт и восхищаясь им самостоятельно считают, ну как же так, он же вот лучше всех в мире этот, я не знаю, ну что-то там мобильный телефон, например. Пусть не мобильный телефон, но какой-то продукт, который они считают, все должны им заинтересоваться и покупать. Не только в системе B2C, ну то есть не только в частном, в обычном применении индивидуальном, но и предприятия. и когда предпринимателю этому начинаешь по полочкам раскладывать, что на самом деле это не совсем так, что этот продукт имеет очень ограниченное применение, или есть на самом деле и давно уже выпускается другой продукт конкурентный, потому что недостаточно его, был изучен этот рынок и состояние на нем состояние конкуренции и ближайшие перспективы вызывают большое удивление у того самого разработчика или технолога, который этот продукт изобрел. И здесь, повторюсь, на мой взгляд, предприниматель в этой команде и в этом сочетании он главный, но недостаточный. Дальше должны быть собственно сами разработчики. И почему ну и третья составляющая это наверное тот, кто поможет пройти вот эти трудные периоды финансовые и организационные. В нашем случае это собственно наша компания наноцентр, которая повторюсь на всех этапах помогает состояться этому бизнесу, потому что мы в нем заинтересованы тоже. Там есть наша доля, которую мы рассчитываем продать, но вот на примере этой компании НППИС они сами эти теперь ребята хотят выкупить нашу долю и дальше идти уже на следующий раунд инвестирования самостоятельно. И мы в общем-то не против там вопрос оценки этого бизнеса стоимости. Это все в процессе. Так вот вторая часть это собственно разработчики. Если мы опять обращаемся к этой компании НППИС, у них были разработчики собственно говоря отец одного из основателей с командой из трех человек и получилось вот такое правильное сочетание. Предприниматели они же маркетологи, которые хорошо оценили рынок и увидели в этом рынке нишу этот сектор 8 лет назад он был очень актуален и сейчас остается. Разработчики, которые имели соответствующие компетенции и смогли быстро не только первые разработать продукт, они его каждый год обновляют. Там у них двухголовочные, там у них теперь цветные и все это растет каждый год продуктовая линейка. Это отдельный разговор, почему нельзя монопродукт выпускать или продукт с единственной в линейке это уже тоже азы такого маркетинга, который нужно будет тоже понимать. Вот сочетание вот этих трех основ у этой компании на мой взгляд и позволило стать ей успешной. У нас компаний порядка 35 сейчас, они в разной степени развития, по-разному в рынок входят некоторые из них мы точно закроем и они не будут успешными и это отдельная часть, о которой я хотел тоже сказать и здесь есть существенная проблема такого менталитета может быть российских предпринимателей вообще российского законодательства в компанию, в которую вложены какие-то деньги и если она не выстрелила, не превратилась в тех самых единорогов вообще ни на какой рынок не ушла наше законодательство порой сейчас все меньше и меньше может это признать как нецелевое расходование средств если мы например сами вкладываем если в них еще есть государственные деньги фондов всевозможных хотя на самом деле с точки зрения логики самого предпринимательства это нормальная история вы наверняка слышали что как правило есть статистика одна из десяти только компаний реально выстреливает и приносит те самые баснословные доходы которые покрывают затраты на все другие компании и это действительно так кстати российские предприниматели технологические стартапы создавали немало в мире ну знаете вы наверное и про ну яндекс она отечественная компания она собственно здесь а вот компания и биби это компания которая разработала ну наверное сейчас уже мировой лидер продукт для распознавания речи на разных языках около 120 языков уже на сегодняшний день у них эта компания превратилась в мирового лидера я почему про нее вспомнил потому что я знаю их основателей 20 лет назад когда они только эту компанию первый раз вывели на выставку это было в Ганновере Ганновер Цебит есть такая выставка информационных технологий вот они там первый раз представили свой распознаватель речи тогда был только английский и русский язык их там было всего трое а сегодня у них офисы порядка 40 стран мира где они продают свой продукт свой продукт и таких примеров в принципе немало российские предприниматели на рынок зарубежный имеют возможности и тоже выходят теперь что собственно в стране есть в части поддержки технологического предпринимательства ну существует на самом деле очень много всяких программ ближайшие наверное из вас и в которые вы насколько я понимаю предполагаете с участием это фонд содействия развития инноваций или фонд в кавычках Бортника по имени его основателя Ивана Михайловича Бортника у него есть много разных программ они постоянно наполняются и дополняются мы принимаем участие в формировании этих программ но первая из них в которой можно наступать это программа умник которая на начальной стадии дает возможность вашу идею проверить и запустить в жизнь следующие шаги это уже проекты Техностарт мы отдельную программу в этом фонде запустили Техностарт суть ее заключается в том что как раз идея с технологическим опробованием когда нужно не просто разработать продукт но и провести его прототипирование на сложной технологической линейке как правило это стоит довольно много денег ну допустим если вы пойдете на микрон и скажете вот мне нужно изготовить прототип микросхем мы с вас возьмут там порядка 10 миллионов рублей за то чтобы по всему маршруту прогнать схему уровня там 180 нанометров вот поэтому на такие технологические опробования нужны деньги сейчас существует программа Техностарт которая сочетает себе и разработку саму и вот это вот технологическое опробование которое вам тоже фонд поможет реализовать мы с фондом плотно содействуем работаем и те компании которые сами делаем наши стартапы как правило помогаем им ну в хорошем смысле этого слова сочетать деньги которые мы им даем в качестве вкладов в капитал либо вкладов в виде займов и деньги фонда с тем чтобы сконцентрировать на каком-то из продуктов проектов больше денег чтобы получить хороший результат как правило наши стартапы и наша деятельность она больше привязана к технологической линейке я вначале говорил о том что у нас отдельно есть линия это линия для протипирования мелких серий различных изделий сенсоров мемсов физических величин достаточно широкая там номенклатура и поэтому конечно мы заинтересованы в поиске вот таких проектов которые связаны с технологиями но это не означает что мы айтишные компании не будем поддерживать или предпринимателей в данном случае которые будут заниматься именно айтишными продуктами как говорится велкам мы их тоже будем поддерживать помимо собственно фонда содействия о котором мы говорили есть еще российская венчурная компания но это уже поддержка следующих уровней инвестирования венчурного это уже более серьезные деньги в компанию которая как-то на рынок уже вышла и такие примеры тоже есть у нас там тоже есть проекты наших компаний стартапов которые в историю с РВК уже вошли ну есть еще фонд Сколково тоже наверняка вы знаете про этот проект там существует специальная аккредитация или регистрация компаний в этом фонде мы с ними также сотрудничаем у них определенные есть преференции с точки зрения налоговых послаблений и преимуществ и территориально можно там у них размещаться то есть всевозможные варианты поддержки и развития компаний они существуют но возвращаясь к началу прежде всего должна быть от вас инициатива нужно вам это или нет потому что это на самом деле нелегкий хлеб я могу сразу сказать и определенная ответственность если вы берете еще в команду каких-то людей вы за них должны ну как бы на мой взгляд берете какую-то ответственность если вы предприниматель вы привлекаете там людей дополнительных нужно понимать что на какой-то период времени они связывают с вами но если это не ваши партнеры там с которым мы вместе решили этот бизнес делать и тогда у вас там претензий другу нет если вы привлекаете наемных каких-то сотрудников с какого-то момента то это определенная ответственность которую нужно осознать и вести на этот период реализации проекта ну вот собственно говоря общая такая информация мне бы было интересно если вы что-нибудь меня поспрашивали а я бы попытался ответить или рассказали про свои какие-то проекты а я бы может быть или мысли в будущие проекты подсказал куда нужно бежать и чем мы можем вам помочь да давайте сделаем так давайте мы коротко просто сами представьтесь и скажите какие если уже готовы есть проект какой-то у кого-то либо мысли на этот счет либо для чего вы в эту школу пришли помимо знаний есть ли какие-то идеи пожалуйста давайте вас начнем у меня есть вопрос на счет сколково скоро там стоит мероприятие названием открытые инновации совершения и у меня вопрос на таких мероприятиях можно ли начинающим стартаперам показывать это как бы научная ярмарка да это ежегодное такое мероприятие мы с ним в нем естественно принимаем участие проводится на территории технопарка сколково большой кстати технопарк советую при любом случае туда съездить посмотреть на самом масштаб там здание 80 тысяч квадратных метров с технологическими площадями возможностями сколково был период когда они принимали и формировали очень большое количество компаний регистрировали в качестве резидентов сейчас их меньше и требования более серьезные к ним там будет представлен ряд стартапов уже которые являются резидентами сколково вышли на какой-то уже там рынок или предлагают свой продукт я вам советую просто съездить посмотреть потолкаться там в этих как говорится рядах вот мы со сколково повторюсь достаточно хорошо сотрудничаем можно здесь совместно если будут идеи сделать совместную компанию с ними зарегистрируешься там у нас вернее у них в резидентуре сколково получив эти преимущества а проект реализовывать здесь сейчас это разрешается а это все таки как бы форум да они как бы демонтируют насчет инновации или ям ну там все сочетание там будут и очень интересные дискуссии не только российские но и зарубежные приезжают предприниматели имеющие отношение именно к технологическому предпринимательству там есть спикеры такие серьезные и в то же время и выставка ярмарка конкретных компаний если вы хотите купить компанию тоже можете прийти и сказать вот эту компанию покупаю у меня есть там не знаю сколько миллион долларов я ее забираю заверните завернут все не трех дней через налоговую инспекцию пройдет изменение собственников и будете владеть стартапом ну такие тоже случаи по утверждению Сколкова бывают не могу назвать точно компанией но истории такие были спасибо микрон вряд ли в этом принимает участие это не их формат микрон это серийный завод который делает продукцию технологическому предпринимательству или стартап деятельности они никакого отношения не имеют может быть они в качестве там спикеров там директор или кто-нибудь выступит расскажет про какие-то перспективы развития технологий в целом но вообще это не формат микрон микрон сегодня выступал у нас сегодня проходит конференция чип-экспо в экспо-центре выставка вот там это их формат они рассказывали про направление электроники связанные с интернет вещами схемы специальные для обработки данных по этой технологии вот такой был сегодня так что на чип-экспо она будет завтра еще работать тоже может съездить в экспо-центр она бесплатная но походить посмотреть последние разработки российские в микроэлектронике пожалуйста вам меня зовут я я звук дэнистана я пришел здесь потому что я хочу еще птица по бизнесу хочу птица не птица 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 не птица не птица буду разговаривать болтать как и все остальные есть программы кстати международная и университете у нас достаточно много таких возможностей так что приходите тоже готовы помочь ну надо подумать над идеями этих самых бизнесов, любого айтишного, нам нужна идея вперед. Пожалуйста. То есть пока своей идеи стартапа нет? Но желание такое есть. Отлично. Это самое главное. Пожалуйста. Ну а к чему склонность больше IT-технологии, технологические какие-то микрепроникой связанные процессы? Это может технологическую к чему IT-технологии. Хорошо. Ну я вам советую в самом начальной стадии в рамках, может быть, школы Дмитрий его, наверное, организует. Походите, посмотрите в целом по Зеленограду, по технологическим компаниям. Их много, они достаточно серьезные, и большие заводы, и там Меландр, вот есть компания через дорогу, довольно известная. Сегодня там порядка 600 человек уже работает, и три баристов, и в рынке они очень хорошо. То есть есть посмотреть, что он в плане отечественной микроэлектроники, чтобы у вас изначально не создалось впечатление, что у нас тут все как бы совсем тускло, и нечем заняться. Уверяю вас, это не так. Пожалуйста. Здравствуйте, я Александр Фрекл, у нас с Алинашкова области из Кубина, так вот. Ну, пришел сюда, чтобы посмотреть, чисто для себя знания получить какие-то новые, знакомиться с людьми, и, ну, желание будет потом поинтересоваться именно в данной области, без принимательства. То есть, ну, пока стартапы все их нет, чисто в институте. Угу. А какой курс? Первый. Первый. А, факультет? Институт? Ну, прекрасно. Пожалуйста. Я, 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 радиолюбительством не занимались? Хорошо. Значит, как говорится, чистое поле есть с чего стартовать, давайте, будет очень хорошо. Повторюсь, в университете есть, ну, на мой взгляд, в отличие от многих университетов, все составляющие компонентов, и финансовая поддержка, и организационная для этого технологического предпринимательства, все абсолютно от вас зависит. Пожалуйста. Ну, смотрите, я могу вам, конечно, называть, ну, свою оценку, там, все на рынке нужно, чего на рынке не нужно, но это в плане такого любознательности, что ли, для вас, потому что вы должны, на мой взгляд, мое мнение, сами понять, что нужно этому рынку, потому что, ну, я вам скажу сейчас, нужны сенсоры, там, например, биомедицинские, они действительно нужны, у нас есть сейчас проект, вот, крайне интересный, технологический, абсолютно, и для нас оказался неожиданным его применение, я в двух словах про него расскажу, потому что он действительно очень интересный, это, ну, мы его называем проект «Игла», суть его в чем? Вы все используете шприцы в медицине для того, чтобы, например, там, кровь взять, либо уколоть под кожу, какой-то укол сделать. Сегодня это обычный шприц, который, на самом деле, не очень, не самое комфортное занятие, он причиняет боль, он повреждает, там, поверхность довольно сильно. В мире, в принципе, сейчас уже давно ищут другие варианты и подачи лекарства, и забора, проб, и они, собственно, нашли, как ни странно, его в микроэлектронике. Вы изучите чуть позже тот, кто технологией занимается, структуру кремния, основой, которая лежит в основе всей микроэлектроники. Он имеет специальную кристаллографическую решетку, суть которой является, связь в том, что он травится, этот кремний, специальным таким образом, что можно вытравить иголку, в виде пирамидки. Такую иголку, размером порядка, ну, в нашем случае мы используем 200 нанометров, 200 нанометров, эта иголочка, это пирамидка, внутри которой мы вытравливаем дырку. И получается игла, та самая, которая заменяет иголку, обычную металлическую. сегодня на рынке две всего компании, обе израильские, поскольку у них медицина вообще на очень высоком, приборостроительной медицинной уровне, они их выпустили на рынок. Что это позволяет? Эта иголка, она используется как аппликатор, то есть сразу несколько, ну, вот в нашем случае 20 таких иголочек, через которые это лекарство подается под кожу, не прокалывая, серьезно, не повреждая эту кожу. И также забор крови, если нужно, или там забор какого-то петели с поверхности, делается тоже обратным способом через вот эти иголки. Такое революционное, по сути, свое решение. Существует рынок, есть серьезные технологические задачи, которые нужно решить. Вот это вот такой кейс для нормального стартапа, у нас, собственно, в рамках стартапа и проводится, но сначала же нужно было это изучить, понять, что в мире происходит. Это не может прийти ночью там во время сна. Это точно требует достаточно детального исследования этих рынков, понимания, как в других странах это производится. Находиться нужно на пике, по сути, информационного этого потока, иначе мы бы не занимаясь вот такой длительной подготовкой к исследованию рынка, мы бы никогда не додумались на самом деле, что можно такие иголки делать на нашей технологической линии, потому что любой продукт, повторюсь, в очередной раз, с чего начал, должен происходить от рынка, от того, кому это нужно. Вот это нужно точно, мы это определили, после этого мы там небольшие деньги туда вложили, получили первый прототип, и сегодня проходит испытание уже медицинских учреждений. Вот такие технологические компании, мы бы очень сильно приветствовали и идеи, с которыми вы должны прийти через какое-то время. Я не говорю, что вы пришли завтра утром с этой идеей, это требует времени, достаточно детального исследования, мы, естественно, ими тоже занимаемся и готовы вас озадачивать такими поисками таких идей, потом вместе их реализовывать. Идеи пока в процессе. Отлично. Давайте определяйте с идеями, приходите, будем вместе их лезать. Пожалуйста. Что в рамках умника делать? Что за правил проект? У нас энергоэрисурсом математикой. Как раз на какой объятии идет еще в дом по заработке программного модуля по сбору анализа данных ресурсов. Этот проект я помню на умнике, там этот проект отобрали и получается в другом. И сейчас я прошу на светах. А заканчивается умник когда? В 20-м году. Угу. то есть есть намерение дальше продолжать уже в рамках стартапа. Ну, это уже какой-то оформляющийся бизнес давайте приходите и хотите в наноцентр приходить Дим дашь координаты мы вообще сюда двери открыты для всех тем более коллег или команд которые есть. По энергетике у нас есть несколько довольно интересных проектов например один из них тоже в двух словах это система управления светом внешним освещением через силовые провода обычные 220 вольт это такая тоже уникальная разработка суть ее в чем если нужно осветить часть города либо какого-то большого предприятия промышленного по специальной умной как бы технологии чтобы когда нужно свет добавлялся то есть управляя каждым светильником для этого нужно либо провода к этому светильнику тащить либо по проводным связям подавать сигналы что тоже сложно наши специалисты это тоже отдельный стартап у нас разработали технологию через специальные контроллеры подавать эти сигналы просто по обычной электрической сети то есть к светильнику подходит просто 220 вольт но по нему же по этой 220 вольт есть определенные кодовые и частотные характеристики подается сигнал когда светильник включить когда приглушить это дает очень серьезную экономию в целом по предприятиям это как пример такие примеры по энергетике их много это очень востребовано так что приходите так еще какие-то вопросы есть а что бывает с компаниями которые решили больше не вести в свой центр ну скорее даже не мы принимаем решения мы же там как правило имеем долю определенную но не контрольный даже пакет это наш принцип я считаю что сами основатели этих стартапов они должны обладать контрольным пакетом чтобы управлять этим бизнесом в будущем наша задача сопроводить какой-то период времени помочь как говорится компания и потом выйти из нее на каких-то там условиях ничего страшного не происходит мы просто их закрываем делаем банкротство слово банкротство в нашем случае звучит когда там страшное слово на самом деле это нормально и компания в обычном капиталистическом так называемом мире или в обычном мире их происходит сплошь и рядом никто не боится этого особенно в стартапах ну не получилась эта идея потеряны какие-то деньги инвесторы которые вкладывают в эти деньги это же венчурные инвесторы венчур как вы помните с английского языка это риск они понимают что это рисковые капиталовложения они могут быть потеряны вот поэтому есть процедура банкротства она из федеральной налоговой инспекции сдает соответствующие документы отчеты две компании мы сейчас вот в процессе таком закрытие происходит вот мы конечно их мониторим мы стараемся этого избежать потому что это потери и для нас тоже денег мы же вложили какие-то деньги в эту компанию мы их потеряем но зато мы на другой компании продав вот те же там НППИС компанию которая 3D принтер мы рассчитываем что мы компенсируем деньги которые вложили из ту которая потерпела поражение компании и ту которая выстрелила и дала эту прибыль это принцип ну любого как бы инвестора конечно для вас как частных предпринимателей тех которые будут делать этот свой бизнес это такая история достаточно важная то есть если вы компания не смогла взлететь как говорится тут очень важно не не сломаться на этой истории а идти дальше повторюсь в мире будет читать много на этот счет литературы вот кстати одна из книжек которую я вам рекомендую почитать обязательно называется настольная книга основателя стартап сделайте потом фоточку и закажите она продается в этой самой она ну такой действительно настольный самоучитель шагов начинающего предпринимателя именно технологического известные американские Дорф и Бланк написали практики этого самого это называется серийный предприниматель которые создали достаточно много компаний и большая часть из них успешные заработали на этом кучу денег но и делятся своим опытом набивания шишек прежде всего вот как известно русская поговорка надо учиться на шишках других а не на своих поэтому пользуйтесь этим вот и в этой книге и в других многих написано о том что как бы в венчурном строительстве компаний крах компаний или там потери денег это не есть что-то сверх неординарное это в принципе обычная процедура напомню мы уже говорили о том что только каждая десятая компания значит 9 компаний как правило не такие успешные или совсем не успешные а только одна из них выстрелит и значит превратиться в серьезный бизнес который будет там кормить вас и многие может быть поколения после вас ваших последователей так что не боитесь рискуйте главное чтобы было было желание этим заниматься все остальное сейчас на мой взгляд и в России в целом и у нас и в Зеленограде и в МИЭТе все можно получить и деньги найти и спонсоров найти и поддержку организационную сделать не вижу никаких здесь таких серьезных проблем повторю в очередной раз все зависит от вас от вашего желания и мы тут тоже готовы помочь все наверное спасибо вам большое да сейчас мы с вами еще останемся я еще скажу пару репутационных вопросов спасибо вам спасибо делаю запишите она называется настольная книга основателя стартап стартап авторы авторы Стив Бланк Стив Бланк и Боб Дорф ее можно скачать из интернета она сейчас очень популярна и широко спасибо всего доброго успеха спасибо